Я хочу вам представить мою сегодняшнюю гостью Татьяну Чекалова. Татьяна, здравствуйте. Сиди. Татьяна создательница фейс-культуры и одна из основоположенств движения лицевых гимнастик в России. Я у нее училась. Татьяна не только прекрасный мастер своего дела, которого я всячески могу рекомендовать всем, кто хочет обучиться работать с лицом, но и очень милая, обаятельная, умнейшая женщина. Мне очень приятно с ней было общаться и во время нашего обучения. И вот сейчас я рада, что у меня есть такая возможность познакомить ее с вами и провести этот эфир. Татьяна, добрый вечер. Может быть, хотите пару слов сказать нашей аудитории от себя? Ну, пара слов, наверное, от себя такова, что... Ну, может быть, немножечко такое предисловие к лицевой гимнастике. Дело в том, что лицевая гимнастика, скажем, ее делают по двум причинам. Первая причина – это я старею, мне во что бы то ни стало нужно стать молодой. А вторая причина – это мне, вернее, во что бы то ни стало нужно свои морщины убрать. А вторая причина – хочется сохранить молодость. Вот мне кажется, что та причина, которая вторая, она более действенная, более эффективная, более работающая. То есть, если мы занимаемся лицевой гимнастикой, мы должны все-таки идти не от противного, там убрать морщины, а от приятного. То есть, как говорила мать Тереза, я никогда не пойду на митинг против Инессы, рядом идет митинг национер. Прямо поддерживаю. Татьяна, давайте тогда сразу перейдем к вопросам, которые я подготовила. Я понимаю, что у нас не так много времени, поэтому у меня есть два основных вопроса. Первый вопрос связан с мифами, скажем так, позитивного содержания. О том, что с помощью лицевых гимнастик можно сделать все, что угодно со своим лицом, вплоть до того, что изменить так называемую базовую комплектацию. К примеру, есть такое нависшее веко, как у Бриджит Джонс. Да, вот, ну, бывают девушки, у которых такая конституция. И это прекрасно. Да, вот, давайте вспомним вот эту героиню. Она была совершенно обаятельна и чудесна. Когда она сделала политическую операцию и открыла это веко, она потеряла часть своей индивидуальности. Вот. И у одной из тренеров по фейс-фитнесу, как раз, кстати, вашей... Она тоже в Екатеринбурге. Я видела фотографии, где... Это достаточно молодая девушка. То есть не то, что у нее там птоз произошел в течение там жизни и века опустилась. А это ее вот как раз-таки базовая комплектация. И после занятия гимнастикой века действительно открытая. Вот мне очень интересно, это все-таки возможно или это все-таки результат хирургического вмешательства. Что вы скажете? Ну, во-первых, вообще есть, скажем, такие три параметра, которые изменить, может быть, возможно, но это чрезвычайно трудно, почти невозможно. Вообще, вот как бы изначально можно сказать о том, что лицевая гимнастика – это раздел фитнеса, это не раздел медицины, как считают некоторые, это раздел именно фитнеса. И вот в фитнесе есть такое понятие – самототипы. То есть все мы рождаем с определенным самототипом. Их, по сути говоря, основных три. Это норма астеник и гиперстеник. То есть человек, у которого мышечная масса маленькая, у которого тонкие волокна, у человека, у которого мышечная масса нормальная, средняя норма астеник и гиперстеник, у кого, ну, скажем так, склонность к продольным размерам, короткая, широкая шея, во взрослом возрасте напоминает фигуру такого, ну, плечи, отсутствие талии, дальше сразу же таз. То есть, во-первых, это. И вот как раз три параметра в лицевой гимнастике, они имеют непосредственное отношение к самототипам. Первое – это очень такая забавная информация. Вот смотрите, ширина лица. То есть чем шире лицо, тем, понятно, лучше сохраняется нижняя часть, потому что оно широкое. Здесь, по сути говоря, в виде моделирования жевательная мышца выполняет роль столбов таких, прямо основания столбы, на которых лежит, ну, скажем так, нижняя часть лица. Так вот, ширина лица зависит, будете, не знаю, можете очень сильно удивлены, от уровня тестостерона вашей мамы, когда она была беременной Ваней. То есть лицо, вот если оно вот узкое, оно узкое, ничего с этим не сделает. Широкое, оно широкое, с этим тоже ничего не сделать. Ну, часто это бывает наследственно, но тем не менее. То есть часто и вы можете родить ребёнка с широкими лицами, потому что уровень тестостерона такой же, как у вашей мамы. Ну, вот это первое. И второе, это как раз верхняя века. И третье, это носогубная складка. Вот у меня, вот видите, верхний век, я могу очень близко показать, у меня всё идеально с ним. То есть у меня с ним всегда всё идеально, как момента после пореза. Тогда оно нависло, я его легко смогла восстановить. Носогубная складка, она у меня с детства. Она у моего папы, она у моей бабушки. При этом моя мама умерла, так и не займев носогубную складку. То есть именно вот эти три качества, это, ещё раз повторю, ширина лица, именно вот как бы, как это назвать, прямоугольник лица, он вот такой, или он вот такой, ближе к длину. Во-вторых, это вот как раз верхняя века, и третья, это носогубная складка. То есть верхняя века, если оно действительно вот врождённое, то есть как раз, видимо, то вот о чём Наталья сейчас говорила, это оно, как правило, лет в пять уже есть. То есть вот это нависание есть лет в пять, лет в десять, и лет в пятнадцать, и все, я всю жизнь с ним ходит. То же самое носогубная складка, я могу сделать её мягче, она у меня сейчас, между прочим, мягче, чем была в двадцать лет, но она у меня есть, и я совсем её убрать никогда не смогу. Есть люди, которых носогубной складки просто нет, и большой не будет никогда, просто потому, что именно такой предрасположенности нет. Причина верхнего века, на самом деле, ну, что верхний век, что носогубная складка, обсуждаются, выдвигаются теории, единая причина, ни тому, ни другому нет. То есть вот верхний век... То есть ваше мнение, что всё-таки вот так вот делать из Бриджит Джонс ваше веко вряд ли получится? Моё веко, у меня оно идеально, у меня действительно, у меня нет причины что-то с ним делать, оно у меня идеально, но, скажем мне, за вот сколько, с 2005 года ни разу не удалось никому, у кого оно вот именно нависает, сделать, чтобы его не было совсем. Приподнять его можно, его, в принципе, реально можно приподнять, можно немножечко распушить, скажем так, верхнее веко, вот именно саму мышцу, но совсем убрать складку практически нет. Но, в принципе, в этом есть опять-таки хорошая новость. Во-первых, действительно, это всё придаёт нам нашу неповторимость. Во-вторых, у японцев верхнего века нет. У них практически сразу же вот бровь и вот так вот сползает кожа к реснице, и они делают специальный массаж, если его увидят, это как раз массаж для появления вот этой самой борозды. Они ватными палочками вот так вот накручивают кожу в надежде, что она у них растянется и появится вот эта складочка. То есть, они считают вот эту складочку очень красивой. Ну, они вообще своеобразные ребята японцы. У них её нет. Те, у кого прямые волосы хотят кудрявые, те, у кого кудрявые, хотят прямые, те, у кого маленькая грудь, хотят большую, те, у кого большая, хотят маленькую. Так вот японцы эту борозду просто мечтают иметь. Слушайте, а если говорить про губы, да, та же самая история, да, губы были узкие и начали заниматься и они стали полными. Вот выяснил это? Губы мышцы рта работать гораздо легче, потому что здесь немножечко ещё другое выступает. В принципе, губы узкие у детей не бывают. У детей, в принципе, даже у тех, кто предрасположен к узким губам, они всё равно более широкие, ну, как бы так, более пухлые, чем, ну, скажем, в том возрасте нашем. И, кстати, вот если вы захотите посмотреть вот на себя, возьмите свои фотографии, даже молодые девчонки, летом 15, 20, 30 назад, ну, кто как, и возьмите свои фотографии нынешние, вы все увидите как раз изменение области глаз и изменение области губ. Это две вещи, которые в первую очередь меняются. У нас истончается верхняя века и у нас становятся более тонкие губы и область вокруг рта, как бы круговая мышца, она как куриная гузка становится. Вот. И вот это с чем связано? Как раз губы, это один из параметров эмоций. То есть воздействие эмоций на нашу внешность. И вот смотрите, на самом деле, хоть мы там, вот я вот сижу в розовом, да, зайка такой розовый, могу даже вот маску сделать у розового зайца. Вот смотрите, видите, вот как бы мы не были розовые, пушистые, мы все злимся. И когда вот говорят там про обиду, нет такой эмоции злости, когда мы обижаемся, мы точно так же злимся на того человека за то, что он не сделал, не дал нам что-то, чего мы от него хотели, чего мы от него ждали. Это та же самая обида. Но вот смотрите, мы все люди социальные, мы все воспитанные, вежливые, мы розовые, пушистые зайцы. И вот смотрите, когда мы злимся, мы поджимаем губы. Это делают все, это делают всегда. Ребенок маленький, нельзя, родители его ругают, ему нельзя на родителей в ответ ругаться, он поджимает губки. Нам нельзя ругаться на учителей в школе, на преподавателей в вузах, на начальников, на детей, на мужей. Нам нельзя кричать ни на кого, мы всегда поджимаем губы. И собственно говоря, вот эти узкие губы, это вот один из признаков нашего, ну я бы сказала, эмоционального старения. И как раз восстановить губы к тому параметру, который был в детстве, на самом деле можно. А если... Так, у меня... В детстве были вот такие щеки, как у хомяка. То есть прям даже самые ранние... В детстве, да, в детстве все может быть. То есть, смотрите, нас, в принципе, интересует возраст. Но первое, это, естественно, там наше там рождение. Дальше в детстве у многих щеки, как у хомяка, это абсолютно нормально. Дальше нас, собственно, интересует примерно возраст 12 лет, когда у нас начинается какое-то первое громадное изменение. Дальше возраст 25 лет. И в принципе, да, наверное, интересует... Ну, в зависимости от того, сколько нам лет сейчас, возраст где-то после 45-46 лет. Что это за такие рэперные точки как раз вот и губы, и щеки, и все прочее. То есть, ну, понятно, первое, это наше взросление. Вот. То есть, когда у нас начинает играть гормон. 25 лет. Это считается первый физиологический период, когда мы дозреваем, вообще полностью дозревают наши гормоны. И мы вот действительно становимся такими зрелыми личностями. 45 это возраст, когда в принципе у женщины начинаются какие-то изменения. И вот, кстати, вот когда говорят, что мне там 40, я выгляжу-то молодо, девочки, все 40 должны выглядеть молодо. Потому что природе вообще нет никакого резона на старе до тех пор, пока мы способны принести потомство. То есть, до тех пор, пока мы способны родить ребенка и сотрудничество. Слушайте, ну, вы считаете, что это связано исключительно с нашим гормональным статусом? Не только. Мышцы, ну, собственно говоря, мышцы от гормонов еще как зависят. Но не только от образа жизни, от образа восприятия мира. То есть, собственно говоря, все вот наши вот эти морщинки, схватки, это никакие не гипертонусы, это по сути наша, скажем так, есть такая хорошая фраза, мы думаем своим лицом. То есть, это наша мимическая привычка чувствовать эмоции и выражать эмоции. Можно вот к этой теме я еще немножечко чуть позже вернусь, Татьяна. А сейчас я хотела бы задать вопрос, связанный с основной страшилкой, почему не надо заниматься лицевыми техниками. Есть, ну, естественно, мы все знаем, что наша мимическая мускулатура отличается от скелетной, она не прикреплена к костям, поэтому есть такое мнение, что занятия гимнастиками для лица, они дополнительно спазмируют наши мышцы. Так, а все гипотонусы, которые существуют на лице, связаны с тем, что, значит, какая-то крупная мышца взяла на себя нагрузку, и если ее расслабить, то тогда все будет в балансе. И работать надо исключительно на расслабление. Вот что вы думаете по этому поводу, что вы можете сказать для нашей аудитории, потому что это действительно очень интересно, и для меня это было, ну, честно говоря, тоже одним из причин, почему я очень скептически и с опаской относилась какое-то время к гимнастикам. Но, скажем так, я свое мнение изменила, именно благодаря вам. Поэтому... Во-первых, вот эта идея, я просто, скажем так, очень близко наблюдала, как эта идея создавалась, по сути говоря, это была маркетинговая компания противопоставить себя массе гимнастей, которые тренировали мышцы. Вот на самом деле не более того. Насчет гипертонуса. Гипертонус – это патология, это нарушение натриево-калиевого обмена, то есть, по сути говоря, у нас натрий возбуждает, да, вот как бы медиатор возбуждает мускулатуру, калий ее возвращает в обратное положение, то есть успокаивает, тормозит. И, по сути говоря, гипертонус, любой невролог знает, что гипертонус – это проблема. Те, у кого, у детишек есть гипертонусы, вот если молодые мамы, они прекрасно знают, что детишки плачут, детишки беспокойны, когда у них есть гипертонус. То есть, то, что на лице, да, там бывают иногда, вот действительно, вот эти напряжения, эти напряжения легко снимаются, абсолютно легко снимаются, когда вы хорошо поспите, когда вы хорошо проведете время в отпуске, и когда, ну, даже обычный массаж, любой массаж, умеете вы его делать, не умеете, просто элементарное пощипывание снимает вот эти самые напряжения. То есть, напряжение, оно, опять-таки, наша природа не потерпит, чтобы мышцы находились в напряжении, если этому нет причины, то есть, этому нет какой-то патологии. Гипертонус бывает при столбунке, при депрессии бывает гипертонус, причем при депрессии той, которая именно клиническая депрессия, а не уйди, старуха, я в печали. Гипертонус бывает при, так, болезни Паркинсона, ну, то есть, ряд болезней, при которых действительно бывает гипертонус, в том числе мышц лица. То есть, без причины гипертонуса на лице нет, и он просто невозможен. Насчет тренировки. Вот смотрите, вот есть законы Геббелеса, и один из законов Геббелеса, это, если вы помните, немецкая фашистская школа, она активно разрабатывала психологию, активно разрабатывала все, что влияет. Собственно говоря, сейчас вот индустрия влияния, она построена на 12 законах Геббелеса. Вот один из законов гласит, скажи правду, и вплети в нее неправду. Второй гласит, неправда, произнесенная много раз, становится правдой. Вот мне кажется, что здесь, честно говоря, играют вот эти законы. Потому что, смотрите, первое, мимические мышцы действительно отличаются от скелетных мышц. Чем они отличаются? Тем, что скелетные мышцы крепятся к двум костям, обеими концами, суставным сломком. Мимические мышцы крепятся одним концом, даже не кости, а костистому отростку, другим концом вплетаются в кожу или в другую мышцу. И скелетные мышцы, ну, в частности, на лице скелетных мышц пять пар, скелетные мышцы имеют фасции, мимические мышцы фасции имеют только на самом конце. И кому это интересно, я могу просто вот картинку показать. Правда, картинка не очень лицеприятная, потому что картинка именно натуральная. То есть, где, ну, ни одну картинку даже могу показать, где это показано. Но смотрите, то есть, и первое, что, скажем так, первая правда, это действительно правда, мимические мышцы от жевательных отличаются. А дальше идет неправда, поэтому тренировать нельзя. Откуда? То есть, откуда вот это взялось? Это взялось оттуда, что просто надо как-то себя противопоставить. И вот смотрите, хорошо, мимические мышцы тренировать нельзя, бог с ними. Но жевательные мышцы, они скелетные, жевательные, височные, двубрюшные, крыловидные, они же скелетные, давайте будем их тренировать. То есть, на самом деле, дело не в том, что они отличаются, на самом деле, мышцы лица, они точно так же нуждаются в тренировке, нуждаются в тренировке, потому что не всеми мышцами мы работаем. Например, сейчас вас попрошу сократить мышцы затылка, большинство этого сделать не сможет. Попрошу поднять виски, большинство этого сделать не сможет, но мышцы на это способны, действительно на это способны. И получается, что вот на самом деле, и еще, я как-то тоже видела такое, как сказать, аргумент, что лицо не ягодичная мышца, да, я согласна, лицо это не ягодица, абсолютно. Поэтому ягодица тренируется с приседаниями, с гантелями, со штангами и так далее. Лицо без штанги, без гантелей, потому что действительно мимические мышцы очень тонкие и тренируются они довольно изящно. То есть, то, что сказать нельзя, ну, собственно говоря, вот мое лицо, ему 51 год, почти 52 года, оно пережило порез, и я тренирую его регулярно, но сказать, что оно у меня плохое, ну, нет, не идеально, да, не идеально, мне 25 лет, ну, собственно говоря, это показатель. Спасибо большое. Татьяна, а если говорить про то, что нельзя мышцу тренировать изолированно? Ну, ее тренировать изолированно практически не получится, потому что действительно мышцы вплетаются в кожу и в другую мышцу. Единственное, когда вот мы уже чувствуем мышцы, мы можем, ну, это, скажем так, полументальное, наверное, такое движение, можем это делать, как раз вот таким образом и с глазами можно работать, и с губами, можно работать, щечные мышцы можно работать, но это очень сложно, для этого надо хотя бы сначала раскачать, ну, что называется, раскачегарить мышцы, чтобы мы их чувствовали, то есть, чтобы мы чувствовали, что мы делаем, где у нас мышцы находятся. Хорошо, тогда у меня вопрос еще один по поводу противопоказаний, потому что, например, то, что я вижу в интернете, ну, вот даже мне понятно, что некоторые девушки рекомендуют вещи опасные, ну, скажем так. Значит, противопоказания, вот я честно скажу, во-первых, первое противопоказание, никогда, ни в коем случае, нельзя тренировать лицо ежедневно, это, ну, я считаю, два-три раза в неделю за глаза, то есть, чаще действительно, тренировать можно, но оно становится резким, то есть, появляются вот эти складки, лицо становится вроде потянутым, но резким, это не гипертонус ни в коем случае, ну, скажем, это просто перенапряженная мышца, как мы в тренированном зале перенапрягли, но три дня не потренировались, это проходит обратно, вот, то есть, как бы, это не гипертонус, но действительно, мышца более напряженной становится, то есть, напряжение, гипертонус, это разные вещи, гипертонус, еще раз повторяю, патология. Дальше, следующее, например, противопоказание, если брать настоящие медицинские противопоказания, это травма, открытая травма, гематома, любая травма, это любая, ну скажем, геморрагический инсульт какой-то, причем именно геморрагический, потому что когда ишемический инсульт был, когда у меня на фоне ишемии что-то было, мне невролог говорил, что вы знаете, что делаете, когда тренируете мышцы, вы должны тренировать их сразу же. Это мне говорил, в больнице невролог. То есть я ссылаюсь на врача, который говорил, что это делать нужно. С геморрагическим состоянием ни в коем случае, хотя бы месяца полтора нужно выждать. Дальше, это пластика, после пластики, ну по сути говоря, это та же самая травма, та же самая гематома, выждать хотя бы полгода, лучше больше. Все остальное, вот честно... То есть не надо делать сразу, чтобы восстановиться? Только через полгода, месяца через девять, раньше нельзя, после пластики. А вот все остальное, смотрите, вот ботокс, например, там какие-то там филеры, нам это никак не мешает. Это мешает филерам, это мешает ботоксу. То есть к тому, что для нас это не противопоказание. Для ботокса гимнастика, противопоказания для гимнастики ботокс нет. Я поняла. Это интересно. И что касается, как бы, тяжелых состояний, вот здесь вот на самом деле, ну опять-таки это, ну может быть, даже не истинно в последнем стране, это скорее всего моя философия, ни в коем случае нельзя заниматься гимнастикой в плохом настроении. Потому что, когда мы в плохом настроении, у нас вот такое вот выражение лицает, мы с таким начинаем что-то там такое творить и, по сути говоря, мы себе это выражение еще больше укрепляем. Потому что мышцы привыкают к положению во время тренировки. То есть вот это вот еще. Но насчет плохого, вот скажем, настроения, там усталости, опять-таки, вот смотрите, массаж, например, лимфатический делать нельзя, когда вы болеете. Гимнастика, в общем-то, это не, ну можно. То есть гимнастике это не вредит, плохое самочувствие. Причем, смотрите, вот плохое самочувствие, вот я не знаю кто как, вот, например, я простоваю чрезвычайно редко. И вот если, например, я простыл, у меня там где-то побаливают какие-то мышцы от того, что я простыла, а мне в кайф это, потому что у меня это состояние редкое, мне даже интересно. И у меня абсолютно духом я при этом не падаю. А когда вот какая-то усталость, ну мне кажется, когда такая тяжелая усталость, ни один человек просто не будет заниматься, он просто ляжет и будет лежать. Поэтому, ну-то я не знаю, противоказания мне. Дальше смотрите, онкология. Ну, вы знаете, может быть цинично, но если человек умрет, то точно нет гимнастики. То есть к тому, что хотя бы последние, там, не знаю, полгода-год удовольствие получать от гимнастики. Ну это так, то есть, ну гимнастика точно не усилит, не ускорит онкологию. А вопрос возьмем еще по поводу тренажеров для лица. Что вы думаете? Как это? Панатака или как называется? Тренажер для лица? Мне Панатака очень нравится. Она действительно делает лицо более симметричным, более крепким. И как раз в лицевой гимнастике далеко не главное качать, вот именно укорачивать мышцы. Их нужно не только укорачивать, но и растягивать. И чем мы возрастнее, тем больше, скажем так, приобретает именно стрейчинг гимнастика, скажем так, большее место занимает стрейчинг. Как раз Панатака это одно из этих, из таких элементов. Чем она хороша? Тем, что силиконовая, резиново-каучуковая штука, просто у меня сейчас с тобой нет, вкладывается в рот, и мы в разные стороны, мы именно вот таким вот образом растягиваем лицо. Вот здесь, опять-таки, понимаете, тут как бы патакара хороша, а плохо, когда человек бездумно с ней работает. Обязательно мышцы должны быть напряжены, и мы растягиваем напряженные мышцы. Это как получается такая парадоксальная гимнастика, в принципе. То есть, когда вот мышца расслаблена, и мы только ее вложили в рот, и практически не сжимаем рот, то эффект хорошего в этом нет, эффект плохой. То есть, нам нужно именно действительно сжимать рот. И как раз патакара она дает возможность сжимать рот, при этом не создавая кисетных морщин. То есть, мы вообще не должны никогда, вообще ни при каких условиях делать что-то такое для лица, когда у нас лицо центрируется к носу. То есть, смотрите, вот старость, это птос и центрирование к носу. Если возьмете фотографии, например, там старые фотографии актеров, почему старых имеется в виду? Потому что новые делают уже и пластику, и косметологию, уже не так четко видно. Видно, что у них у всех истончается, переносится, у них у всех ощущение, как будто бы глаза стали более близко посажены, хотя... К вечеру уже забываю. Впадины глазные как были, так и остались. И кажется, как будто бы рост становится узким и так далее. То есть, лицо действительно центрируется к носу, а вот эта вот зона, про которую рассказывают якобы, она в гипертонусе, она просто истончается. Это еще, кстати, насчет гипертонуса. Вот смотрите, если мы прощупаем, откроем рот и прощупаем внимательно свою жевательную мышцу, которую у нас в гипертонусе, которую там просто нужно спасать. Вот смотрите, все обнаружим, что вот здесь действительно у нас натянута, напряжено. А вот нижняя часть, она даже у 30-летних уже свисает, как у шарпея. Какой же это гипертонус, когда она слабая? Может, это же маки, может, это не свисает, а просто накаченные вот здесь вот зоны, знаете, как у Маккейна. Ну вот смотрите, есть отдельные люди, у которых очень большая агрессия. Вот это все. Меня не сдерживают себя. Кому-нибудь тут не съесть. Ну вот это агрессия. И, кстати, знаете, очень интересна вот такая тема. Вот если нам даже сейчас посмотреть на всю лицевую гимнастику в целом, вот гимнасты, которые мышцы тренируют, то, что называется, качают. Ну понятно, что лицо не качают, лицо тренируют. То есть слово качать для лица вообще в принципе не подходит. Они, как правило, ну абсолютно самодостаточны, живут своей жизнью, там особо друг с другом не цепляются, ну кроме каких-то отдельных там вещей, когда, например, у меня там название украли. Вот. Ну то есть в принципе у каждого свои упражнения, все живут, там все общаются, и всем все хорошо. Вот те, кто начинает расслаблять, вот те, кто начинает мышцы лица расслаблять, а лицо отражает наши эмоции. Действительно, лицо, тело тоже отражает эмоции, но прежде всего мимика. Собственно говоря, по мимике можно, ну издалека видеть, что творится с человеком. Например, вот та же улыбка, она видна как минимум на расстоянии 15 метров. И, собственно говоря, для чего предназначена была улыбка, что если, например, я охотник, я сижу на дереве, вернее не охотник, а охранник, сижу на дереве, защитник, и у меня там лук там, или там, не знаю, пистолет или нож, за эти 15 метров, что я увидела человека с улыбкой, у меня есть шанс опустить лук, там убрать палец с курка, то есть я вижу, что человек с улыбкой, он идет ко мне с добрыми намерениями. То есть, по сути, это наша внешняя картинка, скажем так. Вот именно по поводу улыбки. Я недавно проходила большой курс у Григория Семчука, именно в физиогномике. И он как раз говорит о том, что улыбка ничего хорошего в природе не несет, что это окал. Нет, смотрите, она не... Именно вы тогда американцы. Она улыбка, я улыбаюсь, но смотрите, вот она я. И вот у меня, видите, вот зубы. Я вот этими зубками, то если что, я, по сути, это демонстрация зубов. И этими зубками-то я могу... Да, могу покусать. То есть улыбка, я сказала, это вещи разные. Как раз вот улыбка считается состояние, когда у нас работают верхняя часть щек, то есть большие, сколовые, малые, сколовые, угловая мышца. И когда у нас появляются в уголках глаз лучики. То есть их называют по-разному. Гусиные лапки, воронья стопа, то есть разные слышала названия. И еще когда человек счастлив, у него чуть-чуть опускаются уголки бровей. То есть вот эта вот улыбка, когда, видите, еще брови опускаются. А так мы ведем себя, когда такие умиленные. То есть улыбка хорошая несет. Но вот именно вот та улыбка. А оскал, это оскал, да. То есть улыбка, это еще и способ просматривать зубки. То есть там, когда зубов нет, ну и укусить нечем. Вот когда зубки, вот они все, если что, я и кусану. И, кстати, ширина лица не имеет отношения, агрессивный человек или нет. Это просто, еще раз повторяю, индексы, скажем так, измерения тестостерона вашей матери. Вот, так вот, это первое. А вот как раз, когда мышцы начинают расслабляться, появляется неуверенность, появляется тревога, и следом, как бы, именно как компенсация, появляется агрессия. И вот если нам даже просто невооруженным глазом посмотреть, скандалы у каких гимнастик между собой, постоянные, друг на друга? У тех, кто занимается расслаблением мышц, у тех, кто занимается тренировкой мышц. Ну, такое, если происходит, это тут же забывают, это крайне редко вообще. Ну, такое происходит, когда кто-то у кого-то что-то, ну, откровенно, например, утащил. Потом перестали, и все-все вернулось на круги своя. То есть, вот, собственно говоря, спортсмены, тех, кто занимается гимнастикой, ну, как правило, вот этой агрессии нет. То есть, как ни странно, мышцы ведут к агрессии. И, собственно, посмотрите нам природу. Старики, дети, дети всегда веселые и добрые. Дети счастливые. Чем старики, я не беру вообще, как бы, ну, и бывают исключения там и там. Вот старики чаще всего, они брюзжат, они ворчат. И кто-то начинается действительно становиться агрессивным. У кого-то там начинаются вот эти слабоумие, и они становятся слишком агрессивными. Там даже, даже если не были агрессивными. То есть, единицы стариков остаются неагрессивными. То есть, чем слабее они становятся, тем они становятся агрессивнее. И то же самое с нашим лицом, с нашими мышцами. Татьяна, а можете немножечко рассказать? Вот вы писали по поводу семинара, который вы недавно посетили, как раз по поводу эмоций. Вот мне эта очень тема интересна. Если можно, вот так вот крупными мазками, что это за семинар, где вы были? Семинар по методике ФАКС, это методика Пола Экмана. Ну, кто смотрел сериал «Обмани меня», вот это узнавание, что человек думает по мимике. То есть, по сути, наше лицо действительно думает. Вот. И что меня там больше всего впечатлило, именно как вот лицевая гимнастика. То есть, смотрите, самые первые показатели, я уже сказала, старости все-таки, это глаза и губы. И вот смотрите, глаза и между глазами состояние, то есть, когда у нас, по сути говоря, страх, появляется напряжение в глазах. Когда у нас злость, появляется напряжение в губах. Именно вот эти две зоны, они стареют и проявляют, показывают возраст, показывают что-то прежде всего. То есть, вот на самом деле, если нам учиться убирать у себя эмоцию страха, а эмоция страха, это понимаете, то есть, есть понятие эмоции, есть понятие чувства. То есть, эмоции мы не уберем, конечно, чувство страха, чувство тревоги и чувство злости, мы будем дольше молодыми и красивыми, как ни странно. Потому что, смотрите, вот глаза, почему они еще выдают возраст? Потому что там есть и поперечно-полосатые, и гладкие мышцы. Вот, например, зрачок, вот если поставить, например, человека там даже 40 лет и его ребенка там, которому пускай будет 15, допустим, лет, да, у ребенка всегда зрачок шире. Если вы посмотрите, у ребенка всегда зрачок шире, у старика, чем мы старше, тем зрачок уже здесь, мы не сделаем ничего, потому что это наша физиология, это, по сути говоря, укоротилась, вернее, сократилась мышца, которая обеспечивает расширение зрачка. То есть у взрослого зрачки очень широкими не бывает. Бывает, когда работает химия, когда мы очень сильно влюблены. И иногда бывает, когда страх. Ну, ну и понятно, там наркотики уже, это мы не трогаем, это уже противоестественно. Вот, глазами, может быть, работать сложно. С этой мышцей работать сложно, но можно. То есть ее сделать более широкой, это даже элементарное вот хлопание глазами, и то ее усиливает. Ну, хотя там, ну, упражнения мы даже не будем, наверное, разбирать, потому что это долго, и рассказывать о них действительно очень долго. А вот губы не сжимать вот так вот, то есть змеиные губы, вот из змеиных губ делать губы пухлые, это элементарно. Просто мы все делаем обязательно, раскрывая лицо к ушам, немножечко расширить лицо, и красную кайму вытаскиваем обратно. И вот если вот это делать регулярно, то есть учиться раскрывать губы, учиться не спать с сжатыми, вообще учиться не ходить с сжатыми зубами, не спать с сжатыми зубами, то есть стараться, чтобы губы отходили от зубов, прямо вот эти вот как раз, то, о чем мы говорили, такие отдельные движения мышц, то есть именно отдельные изолированные движения губ. Как часто можно делать это упражнение, Татьяна? Вот это можно часто, то есть это не гимнастика, это не качание, мы тут ничего не перекачаем. Кстати, еще вопрос насчет гипертонуса круговой мышцы рта. Когда мы берем в рот то же самое по токару и начинаем ее вытягивать, первые, наверное, недели две она просто выпадывает. И это говорит о том, что мышца очень слабая. То есть круговая мышца рта, она в действительности очень слабая у нас. И как раз то, что слабая, то и зажимается. Поэтому она и сворачивается внутрь. Ну, это белевая веревка, она становится вот растянутой, она становится некрасиво, она разве сильная? Она слабая. А мышцы вот реально как белевая веревка становятся. Татьяна, спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. Девушки, есть какие-то вопросы, которые можно задать сейчас Татьяне, потому что мы уже заканчиваем наш эфир. Вообще очень интересно, а вот этот семинар, кто его ведет? Идиот, что это за история такая? Тармин Паев, он один из, вообще, наверное, единиц специалистов в России по лицевым экспрессиям. Он психиатр, он работал с наркоманами, и он учился у Пола Экмана. То есть он, действительно, он просто, ну, глубочайший профессионал вообще, вот именно всего, что касается лицевых экспрессий. Семинар проходил в Академии, так, Международной Академии исследования лжи. Вот, и что еще о нем рассказать? Ну, он проходил там в рамках курса, но весь курс меня не сильно интересовал профайлер верификатора. Вот именно вот эта часть, вот работа с лицевыми экспрессиями, она интересовала очень сильно. Семинар реально очень замечательный для, ну, понятно, там исследование лжи. Это, само собой. Вот, кстати, вот интересно, о чем он говорил, что в Голливуде сейчас от актеров требуют, чтобы они показывали лицами. Наши вот актеры, наши школы, нам нужно прожить там какое-то состояние, эмоцию. В Голливуде не проживаешь, важно, чтобы поверил зритель. И вот как раз те актеры, которые умеют играть, например, Орландо Блум, то есть те актеры, вот они как раз, он прям показывал такие вот мелкие движения, как они работали, там, как пустились брови, как поднялись глаза, как там бровь одна поднялась, как что произошло, вот в какой-то момент, когда вот что-то происходило. То есть это действительно очень интересно. Спасибо большое. Просто здесь попросили еще раз вас представить. С нами в эфире была Татьяна Чекалова, основательница направления фейс-культура, ну и вообще одна из основательниц движения лицевых гимнастик у нас в России. Татьяна, спасибо большое. Буду рада, если вы еще раз к нам придете в эфир. Я думаю, что девочки тоже очень довольны. Спасибо. Спасибо.